Здравствуйте виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин. В конце мая этого года я на своем винограднике решил проверить одно утверждение, что ранняя прищипка неплодоносных побегов может привести к появлению соцветий и урожаю на пасынках. Этот прием мог бы пригодиться в случае, когда основные побеги оказались без соцветий. Причем интересен тот факт, что еще раньше чем я эту же операцию решили провести на своих виноградниках еще несколько виноградарей, в частности Руслан Панченко и Сергей Скороход. Возможно и еще кто экспериментировал, но я посмотрел результаты только у них. Поэтому сейчас я хочу рассказать о своих результатах и попробовать подытожить. И пусть меня простят и Сергей и Руслан, но так уж получится, что часть моих выводов и предположений будет основана не только на моих наблюдениях, но и на их тоже. Тем более, что наши видео находятся в свободном доступе. Для начала мои результаты. Я даже подвязал красными ленточками все прищипнутые побеги. Результаты не очень обнадеживающие, но все же положительная тенденция есть. Сейчас я покажу вот два пасынка, которые находятся на этом прищипнутом побеге. На одном из пасынков образовалось вот такое соцветие, причем это соцветие образовалось на усике. Ну, собственно говоря, практически ничего нет, но положительный результат все-таки имеется. И на втором пасынке, вот у нас это второй пасынок, точно так на усике образовалось небольшое соцветие. Но получить, например, урожай из этих соцветий, мне кажется, не представляется возможным, потому что времени уже ушло довольно много. Сейчас уже вторая половина июня, и скорее всего, что вот если принять во внимание, что эти соцветия еще не цвели, то они, скорее всего, что и не вызреют. Вот еще один прищипнутый побег и смотрим пасынок. Вот такой пасынок. На пасынке вот такое соцветие, но опять соцветие не полноценное, а такая смесь усика и соцветия. Но, тем не менее, результат есть. На соседних побегах, на пасынках соцветий вообще не было. Следующий побег тоже прищипнутый. Здесь на одном пасынке, причем даже, здесь на одном пасынке даже вот два соцветия. Но тоже, смотрите, видите, часть усика, часть соцветия, еще одно соцветие. И на соседних двух пасынках, здесь три пасынка появилось на этом побеге, на каждом тоже есть соцветие. Этот побег растет из головы куста. И, скорее всего, что именно ему, так как он перехватывает большую часть питания, хватило этого питания для образования на пасынках вот таких соцветий. Пусть не полноценных, но, тем не менее, три пасынка. И на каждом из трех пасынков вот по таких два соцветия. Всего на винограднике я сделал прищипку на 20 побегах. И приблизительно в 10 случаях я получил вот такие результаты. Небольшие соцветия, совсем-совсем маленькие. А в половине случаев не было вообще ничего. А теперь я расскажу об ошибках, которые я совершил при выборе побегов. Как я выбирал побеги? Подхожу к кусту и начинал искать бесплодные побеги. А так как с моими кустами никакого форс-мажора не было, так уж получилось, то я выбирал самые плохие, самые отстающие в росте побеги. Те побеги, от которых отвернулись все потоки питательных веществ, что даже в прошлом году в зимующих основных почках не заложили соцветия. Я делаю прищипку в ожидании чуда, но чуда нет. Потоки питательных веществ не перераспределяются. Все, как и раньше, идет на более мощные побеги, где уже есть соцветия. И они требуют, требуют и требуют. Но все же небольшая часть попадает и в эти прищипнутые побеги. И мы видим вот такие небольшие, собственно, даже не соцветия, а такой промежуточный вариант, усики с соцветиями. Вторая ошибка. Вернее, это даже не ошибка, а сама физиология винограда не позволила получить положительный результат. Такой момент. Пасынковые почки формируются весной. Это не зимующие почки. И так как подразумевается, что они скороспелые, то и соцветия на них закладываются очень низко, начиная со второго узла. А на обычных, основных, начиная с четвертого. И получается, что на момент прищипки у большинства пасынков, вернее даже в пасынковых почках, уже сформированы 2-4 узла. И если там нет соцветий, то даже получив дополнительное питание, они уже и не появятся. Но скорее всего, что получив дополнительное питание, все-таки на усиках появляются некоторые подобия соцветий. И вывод я делаю из этого такой. При нормальном развитии куста мы практически не можем повлиять на появление соцветий на пасынках бесплодных побегов в результате прищипки. И заранее, еще до прищипки, формировки пасынков. То есть в этих пасынках не заложились уже соцветия на момент прищипки. И они там не могут появиться. Еще второе. Нельзя взять слабака, как я делал, и еще и свернув ему шею, ожидать чуда. Из-за прищипки одного, двух, трех слабых побегов нельзя ожидать, что куст кардинально переориентирует питание из плодоносных побегов, прищипнутые. И самое главное. Сорт винограда должен сам по себе давать соцветия на самопроизвольных пасынках. Вот тогда мы можем еще рассчитывать на успех. То есть для того, чтобы куст винограда сформировал соцветия на пасынках, нужен сорт, который к этому предрасположен. И нужна неординарная ситуация. Руслан Панченко как раз и говорил о такой ситуации, а именно о заморозке. Какой же механизм образования соцветий, на мой взгляд? Итак, заморозок уничтожает значительную часть надземной части. Он как бы обнуляет всю подготовку к вегетации. Все потоки питания прекращаются. Побеги из основных почек погибли. Но у нас имеются в зимующих почках запасные, которые в большинстве своем бесплодные. И еще, таких побегов после заморозков, как правило, не очень много. Соцветия в запасных почках закладывались еще летом прошлого года. И если их там не было, то никакое дополнительное питание не приведет к их образованию. И вот теперь наступает время пасынков. Они еще не сформированы на побегах из запасных почек. Но куст имеет огромный запас питания для изрядно поредевшей надземной части. И вот теперь, при избытке питания, при прищипке бесплодных побегов из запасных почек, все питание получает пасынковые почки, которые находятся только на стадии формирования. И из-за избытка питания в них и формируются соцветия. Вот так, я думаю, можно объяснить появление соцветий на пасынках. Причем должно быть еще какое-то соотношение между питанием и количеством побегов. В противном случае можно получить просто жирующие побеги. Лично мне именно так представляется эта картина. И вот еще покажу побеги, которые у меня первоначально в эксперименте не участвовали. Я их прищипывал для лучшего оплодотворения перед цветением. Это талисман с женским типом цветка. Причем прищипывание я проводил практически в те же сроки, что и в своем предыдущем опыте. И прищипывал я в этом случае самые мощные, самые сильно растущие побеги, на которых уже были свои соцветия. И вот здесь результат меня удивил. Практически все пасынки оказались соцветиями. Причем соцветия хоть и будут небольшими, но они полноценные. Именно соцветия, а не усики с соцветиями. Здесь у меня два побега. Вот один пасынок. Видите, такое соцветие. Это уже не то, что я вам показывал до этого. Этот пасынок вообще огромный. На нем сформировалось одно соцветие. Следом вот еще одно. Внизу еще третье соцветие. И еще такое наблюдение. Нижние пасынки, которые образовались еще до прищипки, соцветий не имеют. И верхние, когда эффект от прищипки уже угас, тоже соцветий не имеют. А вот средняя часть, которые как раз и формировались в момент прищипки, сразу после прищипки, как раз и получили вот такие соцветия. Я рассмотрел рядом растущие, неприщипнутые побеги. Так вот, на них, на пасынках соцветий практически нет. Но кое-где встречаются. Очень небольшие, но все же соцветия. И получается, что сам по себе сорт талисман, он предрасположен к появлению соцветий на пасынках. И вот, скорее всего, что вот этот прием по прищипке верхушки растущих побегов, для получения урожая на пасынках, возможен вот только в таких случаях, как я рассказывал до этого. И именно на сортах, которые сами к этому предрасположены. Я уже практически смонтировал свой ролик, но совершенно случайно увидел на винограднике то, что как раз подходит к теме этого ролика. Вот этот у меня побег, он идет из головы куста, и он у меня есть в видео о жирующих побегах. Я произвел вот в этом месте чеканку, и у меня идет вот раз, два, три пасынка. Причем это произошло всего лишь шесть дней назад. Кстати, можно вот увидеть, как быстро растут пасынки на таких побегах. И еще интересен тот факт, что на всех трех пасынках есть соцветия. Причем, как я уже говорил, именно нормальное соцветие. Вот одно соцветие на одном пасынке. Вот здесь еще одно соцветие. И на третьем пасынке, сейчас покажу поближе, тоже есть соцветие. И это как раз тот случай, когда побег, вырастая с головы куста, получает достаточно питания для того, чтобы сформировать соцветие даже на пасынках. Хотя основной побег соцветий не имел. И если чуть поближе, то вот на одном пасынке вот такое соцветие. На самом верхнем пасынке вот такое небольшое, только формируется соцветие. Но тем не менее, оно есть. Причем вот интересно, что на этом пасынке два соцветия. Одно и вот второе соцветие. Причем формируется оно на раз-два, получается на третьем и на четвертых узлах. И второй сверху пасынок тоже имеет одно и второе соцветие. И если быть до конца честным и откровенным, то как мне кажется, что в этой теме образования соцветий на пасынках винограда еще много неизвестного и какие-то процессы мы просто еще не понимаем и не знаем, как нам правильно действовать, чтобы получить все-таки на пасынках соцветия. Вот такие мысли у меня на этот счет. И думаю, что не стоит останавливаться в следующем году и попробовать снова. Еще раз спасибо Руслану и Сергею. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.